Рассказываем об открытиях ученых Казанского университета в годы войны. Кумунинтарная помощь от студентов Казанского федерального университета. Россия, Корея, настоящее и будущее. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Алина Красильникова. Телеканал Универ ТВ совместно с Казанским федеральным университетом запускает конкурс «Год в КФУ». Тебе необходимо снять видео, выложить его в социальную сеть ВКонтакте с хэштегом конкурса, где ты расскажешь о своих научных, спортивных, либо творческих достижениях. Все подробности в нашей группе ВКонтакте. Министерство образования запускает акцию «Научный полк». В рамках этой рубрики мы будем рассказывать об известных научных открытиях, совершенных в стенах нашего вуза в годы Великой Отечественной войны. Сегодня наш корреспондент расскажет о парамагнитном резонанте и его прародителе Евгении Завойском. Война – самая беспощадная и безжалостная из того, что происходило с людьми. Годы Великой Отечественной войны нанесли урон по всем жизненным сферам человечества. Однако умственный потенциал народа помогал мужественно бороться и не сдаваться, ведь в особенно трудные времена российские ученые открыли миру выдающееся творение. Имя ученого Казанского университета Евгения Завойского вошло в историю науки благодаря открытому им в 1944 году явлению электронного парамагнитного резонанса, а также блестящим работам в области ядерной физики. В 1933-1947 годы Евгений Константинович заведовал кафедрой экспериментальной физики Казанского университета, а уже в 1941-м начал исследовать парамагнитную релаксацию. Это открытие Завойского происходило во время войны, и тем не менее уже тогда оно было воспринято известными людьми, и стало ясно, что это один из самых чувствительных методов исследования структуры и процессов на микроскопическом уровне в твердых телах. В годы Великой Отечественной войны советский физик-экспериментатор, выпускник Казанского университета Евгений Завойский внес неоценимый вклад в развитие родного университета и науку в целом. Карина Саяхова, Универньюс. Нельзя оставаться в стороне. Студенты Казанского федерального университета принимают участие в сборе гуманитарной помощи для вынужденных беженцев в штабе «Мы вместе». Все подробности смотрите далее. В Татарстане еще в марте начали принимать гуманитарную помощь для беженцев Донецкой и Луганской народных республик. Предметы первой необходимости – детские игрушки, воду, а также другие вещи, необходимые людям, оказавшимся в тяжелой ситуации. Все предметы должны быть новыми – в цельной упаковке и с этикетками. Для этого в Казани открыли гуманитарный штаб «Мы вместе». На помощь пришли волонтеры, немалая часть из них студенты, в том числе и Казанского федерального университета. Добровольцы Казанского федерального университета уже с конца марта приснились к работе гуманитарного штаба «Мы вместе». Работают, курируют в университете департамент молодежной политики. Желающие ребята могут записаться в сообщения группы добровольческого центра и дальше мы их проинструктируем, подскажем, как записаться, как выбрать время в расписании. Гуманитарный штаб «Мы вместе» работает в творческом пространстве «Маяковский». Участники штаба собирают гуманитарную помощь для вынужденных переселенцев, прибывших на территорию республики Татарстан, а также отправляют свою помощь в Ростовскую область, где далее она распределяется по пунктам выдачи. Формируются общие фуры Татарстана. Последняя из них, которая была отправлена на прошлой неделе, составила 4,5 тонны. Коробки с помощью дошли даже до Мариуполя. Хочу особо отметить работу студентов и волонтеров Казанского федерального университета. Я сам являюсь студентом Казанского федерального университета, Института международных отношений. Очень хорошо, что неравнодушные ребята, которые также активно отвлекаются на помощь в рамках работы гуманитарного штаба, приходят и помогают в сортировке продуктов, сортировке вещей, погрузке, отгрузке. Главная цель гуманитарного штаба – это помочь тем людям, которые сейчас оказались в трудной жизненной ситуации. Гуманитарный штаб работает ежедневно. Особенно сейчас нужна помощь ребят, ведь начинаются выходные дни. Команда волонтеров из штаба «Мой вместе» приглашает граждане оставаться в стороне и внести свой вклад в помощь пострадавшим. 20 апреля в китайском консульстве в городе Казани прошло мероприятие, посвященное Международному дню китайского языка. В наши дни китайский язык набирает популярность среди молодежи. Китайское консульство в городе Казани совместно с Институтом международных отношений организовало мероприятие для тех, кто изучает китайский язык и восточную культуру. Среди гостей были студенты, которые изучают китайский, а также проректор Казанского федерального университета. Они изучают английский язык, но те, кто смотрит в будущее, они всегда обращают внимание на язык китайский. У нас сегодня в университете порядка двух тысяч ребят изучают китайский язык, действует, соответственно, Институт Конфуция, есть преподаватели, носители китайского языка. Поэтому я думаю, что это то направление, которое будет только развиваться. И сегодня действительно приобретает популярность китайская культура. Мы смотрим и китайские фильмы. Я думаю, что в связи с общей ориентацией Российской Федерации в настоящее время с Западом на Восток, в том числе и в Азию, мы дополнительное внимание теперь будем обращать на сотрудничество, взаимодействие с нашим большим партнером. И я думаю, что сегодня только начало, наверное, уже следующей серии мероприятий, которые будут связаны с Китаем, с китайской культурой. Открыл мероприятие своим выступлением генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани, Уин Синь, который рассказал о традициях в 34 провинциях КНР. Наши дипломаты будут читать стихи на китайском языке. Еще студенты из Казани, они тоже будут выступать с китайскими песнями, танцами, даже уши и так далее. Еще каллиграфия китайская. Я сам иногда тоже пишу китайскую каллиграфию. Вот там уже я написал, что там есть, можно посмотреть и так далее. Еще китайская кухня. После окончания мероприятия мы тоже приглашаем всех гостей отведать китайскую кухню. На сегодняшний день в Казанском университете обучается более тысячи студентов из Поднебесной, а китайский язык изучают в программе бакалавриата и магистратуры около двух тысяч студентов. Юлия Семенова, Фарид Захит Аглы, Универньюз. Институт международных отношений Казанского федерального университета вновь принимает в своих стенах послов Южной Кореи. Подробности смотрите далее. 21 апреля Казанский федеральный университет посетила делегация посольства Южной Кореи. Целью визита стала международная научная конференция «Россия-Корея. Настоящее и будущее российского корееведения». Институт международных отношений проводил мероприятие 22-й раз. Кроме того, конференцию также посетили представители Волгоградского государственного университета, Пермского государственного национального исследовательского университета, Уральского федерального университета и Челябинского государственного университета. У нас по результатам данных конференций принимаются доклады на такие темы, как история Кореи, культура Кореи, экономика Кореи и так далее. И всего у нас уже за время нашей работы собрано около 450 работ на данные темы. Конференция состояла из трех сессий, во время которых участники обсудили такие темы, как положение корейцев, вынужденно мигрировавших на юг России в 1937 году, художественные переводы текстов, социализация российских корейцев, охрана культурного наследия и другие. Подобные конференции развиваются благодаря активной поддержке Академии краеведения в Корее, Корейскому фонду и посольству Республики Корея в Российской Федерации. В этот раз я приехал в Казанский университет, чтобы поздравить всех вас с открытием конференции по корееведению. Я очень благодарен, что такое многое количество людей заинтересовано в исследованиях, касающихся Кореи. И мы со своей стороны точно так же будем и дальше поддерживать учеников, студентов и экспертов, которые занимаются в исследовании в этой области. Спасибо большое. Резюмируя, посол Республики Корея в России заверил, что он окажет всяческое содействие в решении вопроса о сотрудничестве по линии изучения корейского языка, а также приглашении профессоров в Казанский университет, развитии дипломатических отношений Татарстана и Кореи в целом. В завершении встречи Атташе выразил желание сотрудничать, а также благодарность за организацию конференции. Надежда Дик, Фарид Захитаглы, Универньюз. С 23 апреля по 31 мая в Казанском федеральном университете будет проходить двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территорий, закрепленных за вузом. Представители вуза присоединятся к общегородскому субботнику и будут проводить в порядок прилегающие к зданиям университета территории, сообщил проректор по хозяйственной деятельности КФУ Ленар Софиулин. Руководство КФУ по традиции тоже примет участие в субботниках, заметил проректор. Он напомнил, что в прошлом году команда проректоров во главе с ректором занималась очисткой территории сковородки и сквера, где расположен бюст Михаила Нужина. На этом все. В студии была Алина Красильникова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!